В этом уроке речь пойдет об утилитарных функциях jQuery, которые будут помогать нам с вами разворачивать объектную модель документа с целью того, чтобы получить необходимый нам элемент. Начнем мы с вами с метода add. Он в качестве параметра принимает текстовую строчку и добавит к отобранному ранее набору второй набор элементов, которые подпадают под переданное выражение expression. Идем дальше. Следующий метод endSelf, который объединит текущий набор с прошлым. Дабы вам стало понятнее, я подготовил небольшую иллюстрацию. Итак, в привычном месте видим каскад функций, результат выполнения которых будет отображен на схеме. И пройдемся по данной строчке пошагово. Итак, для начала отбираем элемент divBlock. Затем отбираем сестринские ему параграфы. И в последнюю очередь применяем метод endSelf и в результате получаем вот такой вот набор элементов. То есть, три параграфа и наш с вами divBlock. Теперь, я думаю, вам наверняка стало понятно. Идем дальше. Метод end. Он отменит последнюю деструктивную операцию над набором. Если таковой не было, то вернет пустой набор. Что такое деструктивная операция? Я подготовил для вас список этих самых операций. И, в общем, это те методы, которые разрушают предыдущий набор элементов путем отсеивания каких-то элементов из него или, наоборот, добавления. Так, чтобы вам стало понятнее, здесь я опять же подготовил иллюстрацию. И опять же пошагово будем идти по каскаду функций. Для начала отберем все дочерние элементы тега body. Затем удалим из него все элементы, кроме второго и третьего. То есть, элементов с индексами 1 и 2. И затем приведем набор в первоначальное состояние применением метода end. И получаем набор такой же, как и в прошлом примере. Три параграфа и div-блок. Идем дальше. Следующий метод, метод closest, опять принимает параметр expression. Это опять же текстовая строчка. И вернет ближайшие родительские элементы для отобранных в наборе, которые подпадают под переданное выражение expression. Следующий метод, contents, он вернет дочерние узлы элементов набора. И последний метод в этом уроке, метод find. Он также принимает текстовую строчку в качестве параметра, которая в свою очередь может быть комбинацией каких бы то ни было фильтров и селекторов. И вернет дочерние элементы относительно отобранных, которые удовлетворяют заданному выражению. Итак, давайте-ка посмотрим на код и поработаем с этим в боевых условиях. Открываем документик util-start. Здесь видим небольшую заготовочку кода и сразу с вами приступим к делу. Давайте для начала отберем все дочерние элементы span нашего с вами единственного блока div. Так как мы будем отбирать только дочерний, то нужно добавить оператор больше в наш с вами селектор. Итак, смотрим в браузере, что у нас получилось. То, что мы и хотели. Идем снова в Dreamweaver. И теперь к этому набору давайте с вами переменением метода add добавим еще параграф с id middle, например. Или лучше давайте, чтобы заодно повторить фильтры, добавим параграфы, которые обладают атрибутом класс. Сейчас сохраняем наш документ, идем в браузер смотреть, что у нас получилось. Итак, этот набор элементов, вот эти два спана мы получили еще в первом наборе и затем добавили к ним два параграфа, которые обладают классами. Теперь мы вместо метода add попробуем применить какой-нибудь другой метод. Например, пускай это будет метод, ну давайте closest. Так. Если мы применим его без параметров, да, то давайте посмотрим, что у нас выйдет. Ничего у нас не вышло. Почему? Потому что jQuery не знает, какой именно мы хотим отобрать, какого типа элемента мы хотим отобрать. Если укажем в нем div, напоминаю, что вот в этом наборе мы отобрали дочерние элементы span относительно вот этого нашего элемента div-блок, то в результате получим вот этот наш, собственно, div. Если же мы вместо div здесь укажем, пускай будет body, то, соответственно, получим тег body. Вернемся в Dreamweaver и что мы сейчас увидим. Давайте с вами поработаем с методом, например, contents. elements, да, давайте отберем все элементы дочерние для тега body, да, и отберем их уже дочерние узлы. До этого просто вызовем метод content, да, без каких-либо параметров в нем. По сути, должен выделиться у нас вот этот вот span внутри тега p и раз, два, три. И три элемента внутри нашего div-блоков. Итак, документ сохранили, идем в браузер смотреть, что получилось. Как я и говорил, выделился один span внутри параграфа и еще два span и элемент a, то бишь элемент, сферащий ссылку. Так, теперь давайте отберем только элементы span, да, то бишь, если мы добавим сюда соответствующий селектор, как аргумент нашего метода contents, то, например, ссылочка вот в этот момент уже отображаться не будет. Точнее, не будет обведена в рамку, да, так как мы передали селектор в качестве параметра нашего с вами метода contents. И, ну а последок, давайте еще поработаем с методом find. Изменим нашу конструкцию таким образом, чтобы сначала отобрать весь набор блоков p, и затем найдем среди дочерних элементов этих наших с вами параграфов любой элемент, обладающий атрибутом id. Сохраняем документ и давайте посмотрим в браузере, что же у нас получилось. А получилось следующее, да, вот, грубо говоря, выделился параграф, но на самом деле выделился не параграф, а спан внутри него. Давайте посмотрим еще на этот элемент в Dreamweaver, то есть в коде в нашем, да, то есть вот мы имеем параграф с индексом 2, и внутри него текстовый узел завернут еще в блок спан с id.inside.span. Вот, на этом мы закончим данный урок и увидимся уже в следующих. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok